В Акаинском районе решен вопрос с пастбищами. Ранее существовала потребность 18 тысяч гектаров. Удалось это сделать благодаря меморандуму между местными властями и сельхозтоваропроизводителями. Кроме того, изъяты земельные участки, которые не использовались по назначению. Канад Курмангалеев живет в селе Аралагаш 11 лет. Чтобы на столе всегда были домашние продукты, мужчина занимается животноводством. Его хозяйстве 20 коров и 20 коз. Ранее, по его словам, ощущалась нехватка пастбищ. В целом у нас село, как вы знаете, все население в основном содержит скот, готовит соответствующий корм на зимний период. Та работа, которая проделана местным исполнительным органом в плане изъятия для нужд села, жителей, земель, подбищных, это, конечно, радует. Вы сами понимаете, что каждый житель на селе, помимо дополнительной работы, имеет хозяйство. Это те же продукты молочные. У нас ярмарки проходят, население активно наше участвует. В Акаинском районе не хватало 18 тысяч гектаров пастбищ. Из них около 2 тысяч – только жителям села Аралагаш. Проблему решили с заключением меморандума между местными властями и сельхозтоваропроизводителями. Так, товарищества «Даиндек», «Агра», «Баяндекска», «Зенчинка» и «К» предоставили больше 9 тысяч гектаров пастбищных угодий. Также у крестьянских хозяйств изъяты земли, которые не использовались по назначению. Сейчас при задании 8 тысяч 400 гектаров за прошлый год мы 8 тысяч 600 гектаров изъяли по району. Из них, как я ранее сказал, более 2 тысячи 200 гектаров – это в Аралагашском сельском округе. Значит, 8 тысяч 300 у нас нужно осуществить за первый квартал этого года. Мы уже изъяли порядка 2300 гектаров пастбищных угодий. Это с начала года. В целом, согласно стандартам, на одну лошадь требуется 8 гектаров, на одну корову – около 5, на овец и коз – 1 гектар пастбищ. Аделия Кушекова, Майгульси Эльбека, Анатолий Белонок. Служба новостей.